Диалог о важном Вавруйском горисполкоме обсудили тему производственного травматизма и профзаболеваний. Выявлено 1439 нарушений требований безопасности охраны труда. Есть ли повод для беспокойства? Ловля с поличным. Госавтоинспекция подвела итоги минувших выходных. 196 находились в состоянии опьянения. Сколько нарушителей удалось поймать? Хоккейная трехдневка. На Бобруйск-арене развернулась борьба за призы председателя горисполкома. Это ежегодный турнир, который проводится у нас в городе Бобруйске. Кто забрал золото? А также интерес к промышленности, аграрные исследования и скоро в школу. Единовременную матпомощь к новому учебному году получат около 115 тысяч многодетных семей. О какой сумме речь? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования порядка производства и реализации табачных изделий. Глава государства напомнил, насколько остро стояла проблема производства и реализации таких изделий в начале 2000-х. Шесть лет назад был реализован инвестиционный проект по созданию специализированной негосударственной избытовой сети табачных изделий и развитию экспортных поставок. Отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. По итогам 2023-го – 2,5 миллиарда рублей. Сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете. Что за настороженности такие? Или кто-то нагнетает ситуацию. Ну, тот, кто нагнетает, пойдет завтра доить коров, если их возьмут в сельском хозяйстве. Причины могут быть разные. Но необходимо выработать меры, чтобы, исходя из интересов государства и трудовых коллективов, по максимуму сохранить объемы производства и экспорта. Темой диалога также стала работа Гродненской фабрики и других производств табачной отрасли. Президент поинтересовался, какие есть возможности для эффективной деятельности и развития. Все ли резервы задействованы для качественного результата. Александр Лукашенко отметил, он готов выслушать от правительства и всех присутствующих предложения по совершенствованию изготовления и реализации. Опасный градус. Госавтоинспекция подвела итоги уикенда. С пятницы по воскресенье сотрудники ГАИ усилили контроль на дорогах, в том числе с проведением рейдов на ряда специального подразделения ДПС «Стрела». За указанный период зарегистрировано 26 ДТП, в которых два человека погибли, 27 травмированы. Задержаны 126 нетрезвых водителей, из них 26 в Могилевской области. Пресечено 359 фактов управления транспортными средствами без прав. За нарушение правил обгона оштрафованы 130 водителей. Более 1300 пешеходов и около 650 велосипедистов приличены к ответственности различные нарушения правил. Из них 196 находились в состоянии опьянения. Двух человек задержали и в Бобруйске. Мужчины находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Рейды продолжатся по всей стране. Очередь на границах, временные ограничения и необычная экскурсия. Более 130 предприятий Беларуси принимают туристов. Какие в топе? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Весомый вклад в сферу АПК вносят белорусские ученые. Специалисты создали более 600 новых сортов сельхозкультур. К примеру, продуктивность отдельных зерновых до 120 центнеров с гектара. Рапс и зернобобовые могут давать 50-60. Касаемо картофеля, отлично себя зарекомендовали «Перши цвет» и «Юлия». Первый хорошо хранится зимой, а второй идеально подходит для производства чипсов. Более 130 предприятий Беларуси принимают туристов. В прошлом году флагманы машиностроения и не только посетили свыше 200 тысяч человек. В тройке лидеров БелАЗ, МТЗ и МАЗ. Общие программы туров включают посещение музея, выставки техники, сборочных корпусов и цехов. Однако каждый завод предлагает что-то свое, особенное. Единовременную МАД-помощь к новому учебному году получат около 115 тысяч многодетных семей. Выплатить ее должны до 1 сентября. На каждого школьника 30% бюджета прожиточного минимума или чуть больше 125 рублей. Обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства одного из родителей. В Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы. Свыше 2000 больше грузов ожидают въезда в Литву и Латвию. Меньше всего фур за выходные дни проследовала через литовский Меделинкай «Каменный лог». Его контрольные службы оформили 13% грузовиков от нормы. На границе простаивают 685 легковушек. Самый загруженный маршрут проходит через поиски Тересполь-Брест. Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 34% транспорта. Ограничения на посещение лесов введены практически во всех районах Беларуси. Открытыми остаются 9 точек в Гродненской, Витебской и Гомельской областях. Из-за переменчивой погоды ситуация может меняться. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Акцент на главном. На заседании Бобруйского горосполкома обсудили вопросы производственного травматизма и профзаболеваний. Пристальное внимание к серьезной теме неспроста. К счастью, за первое полугодие 2024-го смертельно травмированных на предприятиях нет. За аналогичный период прошлого года было два летальных исхода. Но увеличилось число несчастных случаев с тяжелым исходом. С легким уменьшилось. Основными причинами несчастных случаев на производстве стали нарушение потерпевшими и другими лицами трудовой и производственной дисциплины, требование инструкции по охране труда, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по организации и обеспечению безопасности труда, личная неосторожность потерпевших. Мобильные группы, городская и администрации совместно с прокуратурой только за первое полугодие 2024-го провели 231 обследование. К дисциплинарной ответственности привлечены 24 человека. Выявлено 1439 нарушений требований безопасности охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных правил и норм. Тема производственного травматизма и профзаболеваний требует пристального внимания и профилактической работы. Безопасность на рабочем месте – гарант сохранности жизни и здоровья. Руководители предприятий, где произошли случаи травмирования работников, должны будут принять необходимые меры, чтобы исключить несчастные случаи. Время с пользой. Республиканская акция «Шаг к успеху» заглянула в информационные агентства «Бобруйск-Медиа». Познавательную экскурсию провела директор Мария Бересневич. Школьники пообщались с корреспондентами, узнали, как создаются новости на телеканале «Бобруйск-360», примерили на себя роль ведущего новостей, познакомились с суфлером. Также ребята посидели за креслом диджея на радио «Зефир-ФМ». После юных гостей ждала викторина на знание тонкостей профессии журналиста, в программе «Интересные вопросы» и «Сладкие призы». Мы показали возможности нашего информационного агентства. Ребятам было очень интересно, у них у многих горели глаза, некоторые не хотели от нас уходить. Мы пригласили их в школу блогеров, кто-то записался. И я хочу сказать, что вот такие экскурсии – это очень круто на самом деле, потому что своего рода, когда я училась в школе, мы тоже ездили на экскурсию на Белцеле радиокомпании, и именно там я поняла, что я хочу связать свою жизнь с журналистикой. Такие акции не только мотивируют ребят к саморазвитию, стремлению достигать успеха, но и воспитывают патриотизм, чувство гордости за Беларусь. Спортивный праздник. На Бобруйской арене прогремел международный турнир по хоккею с шайбой на призы председателя Бобруйского горисполкома. Вместе со спортсменами и зрителями за ходом в состязание следил Роман Костюков. Традиционно город на Березине принимает хоккейная команда из страны-соседки – России. На протяжении трех дней со 2 по 4 августа хоккеисты Стальных Лис из Магнитогорска, Тайфуна из Владивостока, Московские крылья Советов и Бобруйский единомошенник встречаются на льду, чтобы сразиться за звание победителя. Это ежегодный турнир, который проводится у нас в городе Бобруйске, и всегда приезжает до ПВК команды с Российской Федерации. Этот год показал, что команда очень сильная, и, конечно, это в преддверии чемпионата МХЛ, это действительно можно побороться и показать уже свои силы. Под звуки фанфар на церемонии открытия с напутственными словами участников и ледяных состязаний встречает председатель городсполкома. Поддерживает спортсменов, отмечает уровень организации турнира и глава Федерации хоккея Беларуси. Право почетного первого удара у Игоря Киселя и Александра Богдановича. Это очень хороший турнир перед началом сезона. Все команды, которые принимают участие в этом турнире, могут проверить свои силы, подкорректировать свою подготовку, либо состав к будущему сезону. И здорово, что мы имеем такую возможность принимать у себя команды из Российской Федерации. В первой игре Бобручане сталкиваются с командой из Дальнего Владивостока. Сперва, отдав фору сопернику, динамовцы сумели восстановить паритет, а после и вырвать победу. Разгром 6-3. Следующий день соревнований менее удачный. Московские крылья советов смогли одержать верх над шинниками. В заключительной встрече повторится сценарий 1-й. 0-2. В счете ведут стальные лицы. Но болельщики радеют за черно-синих на максимум. Сейчас уступаем 2-0, но я уверен, что динамовцы не забьет. А так игра хорошая, в принципе. Немножко уступаем, но еще два периода, все, еще сможем победить. Болею за динамовцы, за наш город. Желаем удачи, чтобы хорошо сыграли. Пока не очень, но надеюсь, к концу игры они обойдут стальных лиц. Ощущения шикарные, потому что очень радостно наблюдать за игрой нашей команды. Даже несмотря на то, что сегодня пока что после первого периода результат не радует, но я верю в нашу команду и знаю то, что мы самые сильные. Впечатления невероятные. Болею за родную команду «Динамо Шинник». Очень люблю хоккей и сегодня надеюсь на победу нашей команды. Второй период начинается с настроением на камбэк. Шинники отыгрывают две шайбы, но ход игры резко меняется. Стальные лисы выходят из ледяной схватки победителями, обеспечив себе очки в общем зачете. Турнир прошел хорошо, здорово. Понятно, что хотелось бы, чтобы мы стали победителями турнира, но цель турнира другая. Нужно обкатывать состав, смотреть на ту молодежь, которая сегодня в состав пришла и первый раз сегодня играла. Сегодня у нас вратарь дебютировал фактически. Поэтому, наверное, и хорошо, что таковы результаты. Нужно правильно делать выводы. А в целом организация хорошая, настроение прекрасное. Зритель пришел, все довольны и будем надеяться, что традиции сохранятся. Турнир будет традиционным, продолжаться и дальше. И результат спортивный будет еще лучше. Пьедестал победителей. После трех дней напряженной борьбы долгожданный момент. Время объявить триумфаторов. Почетное золото в этом году забирает крылья советов. Серебро достается стальным лисом. Бронза у Динамо шинник. Для каждого участника памятные призы, индивидуальные награды. Международный турнир вновь становится жаркой подготовкой к началу нового сезона. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Эта улица в разные годы сменила множество названий. До 1917-го была Муравьевской и даже улицей Керенского. С какой целью в Бобруйске была открыта Международная общественная организация ЕКО? И кто увековечил в своих воспоминаниях нашу социалку? Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!